Срочную пресс-конференцию провел Дальневосточный филиал Фонда Дикой Природы. Экологи бьют тревогу. Их волнение связано с новым законом, который снимает запрет на промышленную рубку кедрового леса на Дальнем Востоке. Прежде всего это может отразиться на хищниках, на тиграх и леопардах. Беззащитными оказались более 80% старовозрастных кедровых лесов региона. Всего лишь 5% остались под охраной. Сам корейский кедр запрещен к заготовке, но, как объясняют эксперты, при вырубке соседних деревьев кедр тоже может попасть под топор и останется в лесосеке. То есть в погоне за другими видами древесины, например, дуба монгольского или ясеня манджурского, ущерб будет нанесен всем лесам и лесному хозяйству. Самые кедры леса должны были взять под дополнительную охрану, а вместо этого сейчас новый закон, получается, это все ослабляет. Это совершенно серьезная опасность для амурского тигра. И я уверен, что этот вопрос каким-то способом проскочил мимо внимания наших, руководителей нашего государства и попал в новогодний комплект под елочкой. Новые правила, указанные в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, официально были опубликованы 30 декабря 2016-го. Закон расширяет возможности лесных бизнесменов. Там, где уже была разрешена рубка леса, объемы они смогут удвоить и даже утроить. По мнению экологов, это настоящая трагедия. Такие нормативы требуют существенной доработки, обсуждения на самом высоком уровне. И вот теперь получается, что выступает новая поправка нормативная, которая уничтожает все достижения России, которые за последние годы удалось получить. В 2010 году, во время стеглинного саммита в Санкт-Петербурге было обещано, что мы популяцию этих же даже увеличим еще. И, естественно, мы понимаем, что надо сохранять кедровые леса в первую очередь. Они помогают и тигру, и местным населению. Кедровый орех кормит диких животных, а заготовка плодов обеспечивает долю дохода в урожайные годы для жителей таежных поселений. Именно поэтому кедровники на Дальнем Востоке сохраняются государством уже более 60 лет. Это практически вся история промышленного освоения лесов региона. Но более полумиллиона гектаров в настоящее время уже отнесли к лесосекам. Для одного дерева убиваются сотни деревьев подростка. Если они заходят в кедровники, ну это будет просто война с природой. Вот поверьте мне, как человеку, который 40 лет ходит по Приморской тайге. Чистых кедровников в Приморье очень мало. В основном это кедрово-широколиственные леса. При этом последние десятилетия восстановлением ценных пород экологи и просто неравнодушные люди занимаются каждый сезон. Деревья высаживают и в таежной полосе, и рядом с населенными пунктами, и даже возле школ и университетов. Мы все сейчас говорим и делаем ссылку на год экологии. Ну ребята, не должно быть года экологии. Ну должен быть век экологии. Да, мы вот сейчас один год тут позанимаемся экологией и забудем. Но такого не должно быть. Экологи просят Министерство природных ресурсов отказаться от введения новых правил по вырубке кедровых лесов и уже отправили соответствующий запрос на рассмотрение в надлежащие органы. Валерия Белоу, Дмитрий Сухороков. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok